Между тем, водные преграды на дороге значительно усложняют водителям жизнь. Из-за них не видно разметки. Правда, сейчас в Иркутске вообще проблема с маркировкой асфальта. На большинстве магистралей разметки еще нет. И это способствует разгулу автохамства. С подробностями Алена Планенко. Вот она, дорога мечты. Для автохамов. На Иркутской улице Старокузьмихинской они могут позволить себе ездить, как вздумается. Раньше здесь красовалась двойная сплошная. Сейчас нет никакой разметки. А значит, нет и нарушений, даже если кто-то решит выскочить на встречную полосу. Таков закон. И уже несколько месяцев он вовсю действует на десятках улиц областного центра. Где новая дорога, там размечена. А где старая, там нет ее. В центре вообще плохо разнесены разметки. А как ориентируетесь? Стаж большой, ориентируемся. Ориентироваться хотят не все, поэтому отсутствие разметки воспринимают как личный праздник непослушания. Сегодня по городу мы колесили больше четырех часов. За это время грубых нарушений в объективы камер не попало. Но опрос водителей показал. Это лишь случайность. В поворотах особенно нет разметки. Люди срезают углы и не совсем комфорт. Комфорта лишены пешеходы. Конечно, зебры дублируют знаки. Но для многих автохамов поднять голову вверх – слишком сложная задача. Приходится преодолевать дорогу перебежками. Впрочем, встретить разметку нам все же удалось. На нескольких центральных улицах по маршруту шествия в День Победы. Однако ее внешний вид вызвал скорее недоумение. У нас в этом году юбилейный год празднования Победы. И все мероприятия у нас начались раньше, чем в те годы. Поэтому резины, грязи, эти линии, они маленько подзатерлись. Будем подрядную организацию, выполняющую работу, заставлять еще обновлять эти линии повторно. Главное, чтобы повторно нарисованные линии выдержали подольше. По ГОСТу срок службы разметки, нанесенной краской – 3 месяца. Переходов, покрытых холодным пластиком – 6. Практика показывает, столько на иркутских дорогах они не держатся. Да и появится разметка на всех улицах нескоро. По контракту до начала июля. То есть еще полтора месяца в областном центре может твориться разрешенное законом хамство. Справедливости ради следует заметить, что разметка может и путать. Например, есть в Иркутске место, где разобраться с ней не смогут даже опытные автомобилисты. Вот оно. Секрет в том, что именно здесь, в стороне от основных магистралей, дорожники учатся наносить полосы. Главное, чтобы потом на основных городских улицах все было четко и понятно. А там уж дело за самими водителями. Ведь даже при наличии разметки многие умудряются нарушать правила. Например, парковаться на островке безопасности, предназначенном для пешеходов. И уж тут пенять на отсутствие нужной маркировки никак не получится. Алена Полоненко, Владимир Пинаев. Новости по будням.